Всем привет! И так как скоро Новый Год, я хочу вам рассказать страшную рождественскую историю, которая называется Каспер. Контакт Эми добавила вас в общий чат. Всем привет! Мы так давно с вами не виделись, ребят! Я тут подумала, а что если нам собраться сегодня в 23.00 в баре на Центральной улице? Давайте весело проведем эту рождественскую ночь, как раньше. Тряхнем стариной. Выбор за вами, идти или нет. Выпивка за мной. Эй, в честь чего такая щедрость? Я ведь приеду. Ты точно уверена, что сможешь меня потянуть? Я просто соскучилась по вам. Да и скоро опять придется уезжать. Так не хочется. Куда опять собралась? В Майами-Сити? Очень смешно. Так ты приедешь? Да, конечно. Ты же знаешь, я такой не могу пропустить. Отлично, вношу тебя в список. Какой список, Эм? Список тех, кого ты хочешь убить этой ночью? Какая ты догадливая, Джи. Все, внесла. Где ты сейчас? Я у тебя в общаге. Лежу в горячей ванне. Отдыхаю после напряженного дня. Две пары вместо одной? Ага. Надеюсь, соседи не начнут опять звонить в полицию из-за громкой музыки. А то я уже заебалась объяснительные писать. Как же я тебя понимаю? Ой, кажется, кто-то пришел. Кто там? У тебя же музыка на всю играет. Как ты вообще что-то слышишь? Не помню, закрыла ли я дверь, когда вошла. Она как будто только что захлопнулась. Или мне показалось? Что-то я засиделась. У тебя нормальные соседи? Всех знаешь? Не совсем. Несколько точно из моей группы. А вот одни... С виду он и на 30 лет не тянет. Странный, короче, тип. Ну, тебе же нравится постарше. Ну, спасибо, подруга. Угодила. Ой, жесть! Думала, что сейчас рожу прямо на месте. Что случилось? Каспер дверь в ванну открыл. Видимо, ему приспичило. А она заскрипела. Каспер? Да, это кот мой. Эм, разве не помнишь? А-а-а. Дженнис весила руку вниз. Теперь он под руку лег. Напрашивается, чтобы я его погладила. Есть в нем все-таки что-то хорошее, да? Не пойму, у него шар что ли лезет? Ну и запах тут. Что-то вязкое на пальцах. Неужели это... Повернув голову вправо, девушка смотрит вниз. Эмми, это кровь! У меня уже рука в крови! Чья кровь? Это Каспер! Господи, да он не двигается! Он мертв! Жесть! Я сразу не заметила, что... Да у него нож в брюхе торчит! Мой кухонный нож! Весь пол нахрен в крови! Кто это мог сделать? Я что на детектива похожа? Ты серьезно сейчас спрашиваешь? Вот теперь мне действительно пора уже выходить отсюда! Девушка вскакивает на ноги в ванной. Боже, боже, тут все в крови! Она резко ставит одну ногу на пол и, потеряв равновесие, подскальзывается и падает вниз. Я только что сильно ударилась головой об плитку! Голова раскалывается! Может вызвать скорую помощь? Чтобы меня обвинили в убийстве кота? Я же помочь хочу! Черт, да что здесь происходит? Это уже слишком! Ты про что? Какие-то перебои с электричеством! Тут все погасло! Я до сих пор стою в луже крови! Что мне делать? Может попробуешь выйти? Может и попробую, конечно! Из-за кошачьей крови запах здесь стоит омерзительный! Меня тянет вырвать! Джи, возьми нож с собой! Мало ли! Отличная идея! В помещении темно. Джи не руками ощупывает пол, чтобы найти тело кота. Так где же ты? Нащупав рукоятку ножа, девушка тянет его вверх. Вместе с ножом поднимается сам питомец. Вот же черт! Давай, Джи, не тупи! Резкими движениями рукой тело сползает с ножа вниз. Нож у меня! Что теперь? Выходи! Выходи! Не будешь ведь ждать, пока свет дадут! Верно, верно! Вроде снаружи все как обычно! Вижу следы Каспера на полу! Они ведут в комнату! Раз, два, три, четыре, пять! Следы обрываются возле зеркала! Как странно! Эми! 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 Что? Кажется, кто-то стоит сзади меня! Он смотрит куда-то в сторону, как будто не видит, что я тут! Что делать? Что, мать его, мне делать? Может, резко повернешься, и все-таки у тебя нож! Сила на твоей стороне! Это будет эффект неожиданности! Он ничего не сможет сделать! Резко поворачивайся, Джи! Размахнувшись ножом, Джиннис с криком летит на незнакомого. Воу, воу, полегче! Как ты здесь оказался? Да у тебя дверь открыта, вот и вошел! Думал, меня ждешь! Мы же договорились сегодня украсить елку! Я взял елочные игрушки и гирлянду! Эм, все в порядке! Это был Джек! В смысле это был Джек? Он твоего кота зарезал? Не думаю! Он только что пришел! А кто тогда? Может, мне вообще все это показалось? Я оставлю Джека в комнате, а сама пойду еще раз посмотрю, чтобы убедиться! Кажется, до меня начало доходить! Ты специально меня пугаешь! Делать мне больше нечего, Эм! Но ты ведь даже сама не уверена, что это произошло! А вот теперь я точно уверена! Но где этот гребаный кот? Эм, я не шучу! Пол Вани весь крови, а кот пропал! Да он же тут минуту назад лежал, господи! Джек еще и музыку на всю врубил! Да он совсем обнаглел уже! Похоже, он чувствует себя как дома! Не то слово! А может, это он? Что? Он все подстроил! Сейчас в квартире только вы вдвоем! А мы точно тут вдвоем? Нет, это уже беспредел какой-то! Он еще громче сделал! Сейчас точно соседи начнут возмущаться! Дженни заходит в комнату, а ту же сад девушка стоит в оцепенении! Он... он тут! Кто? Джек? Что с ним? Он примотан к елке гирляндой! Огоньки мерцают разными цветами, периодически подсвечивая его! Его окровавленное лицо! Во рту разбитые елочные игрушки! Кажется... мне кажется, он только что моргнул! Джек! У него из глаз торчат лампочки от гирлянды! О нет! Что-то еще? Кишки! У Джеков спорят живот! Оттуда торчат кишки! Они... они тоже обмотаны гирляндой! С каждым миганием его тело дергается! Он еще жив! Он все чувствует! У него нет кистей рук! Там вместо рук вставлены ветки от елки! Что за ужас? Это все реально происходит? Эм, здесь кто-то есть! Я чувствую! Прячься! Прячься, Джи! Скорее! Шкаф! Шкаф! Надо в шкаф! У меня же в комнате стоит огромный шкаф! Быстрее! 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 Я внутри! Дверь закрыла! А если он меня видел? Что делать тогда? У меня паника! Не хватает воздуха! Я начинаю задыхаться! Нужно успокоиться! Если будешь тихо сидеть! Никто тебя не найдет! Никто тебя не найдет! Хорошо! Закрой глаза, Джи! Теперь ты в безопасности! Я слышу звук! Колокольчик! Он все ближе! Эми, он рядом! За дверью! Прямо здесь! Дверь открывается! Но нет, нет, нет! Что это? Это Каспер! С колокольчиком на ошейнике! Но как? Откуда? Это уже совсем не смешно, Джи! Сначала я хотела тебе подыграть! Но блин! Ты сама написала, что кот был мертв, а теперь он опять жив? Продумай сначала все, а потом уже пиши! Ладно, увидимся еще сегодня! Посторонний шепот сзади! Попалась? Одна рука хватает Джинни за горло, вторая рука закрывает рот. Кухонный нож разрезает поперек горла. Жмите на колокольчик, ставьте лайк, если вам понравилась эта история, и ждите следующую часть рождественских страшилок. Ёлочка, ёлочка, сладкий аромат! Лампочки, лампочки торчат из глаз!